Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Удивительно, но чуть больше недели назад Джо Байден единолично положил конец вооруженному насилию в США. Как вы это пропустили, но вас, вероятно, отвлекли другие достижения Джо Байдена, такие как повышение эффективности авиаперелетов и победа в войне на Украине. Вероятно, вы не заметили, что 25 июня был подписан двухпартийный акт о безопасных сообществах. И он на самом деле двухпартийный, его помогли написать такие либеральные республиканцы, как Джон Корнин. Вопрос в том, сработает ли он, сделает ли сообщество безопаснее. Решительно да, сказал Джо Байден, цитата, закон спасет много жизней. Сколько именно жизней? Что ж, по скромной оценке сенатора Криса Мерфи, цитата, то, что мы делаем, спасет тысячи жизней. Тысячи. В этом есть смысл, потому что теперь во всех штатах у нас будут превентивные законы, позволяющие разоружить вас силой, не предъявляя вам обвинения, не заботясь о надлежащей процедуре. Как только мы это сделаем, массовая стрельба, подобно той, что случилась в Буффало, больше никогда не повторится. Это то, что они пообещали нам, и СМИ заверили нас, что это правда, каждое слово. Но они не упомянули, что это не только смешно и ложно, но и доказуемо ложно, потому что на самом деле контроль над оружием не останавливает плохих людей от его использования. Это не тема для дебатов, это факт. И вот откуда мы знаем. В тот день, когда 18-летний Пейтон Гендрон убил 10 человек в Буффало, в штате Нью-Йорк уже был закон о красных флагах. И Гендрон был именно тем человеком, которого этот закон был призван остановить. Гендрон хвастался в школе, что хотел убить большие группы людей. Тогда это уже был красный флаг. Мать уже ловила его за убийством кошки голыми руками. Гендрон был настолько явно сумасшедшим и опасным, что в какой-то момент к нему пришла полиция и провела расследование. Но в конце концов, ничего не последовало. Никакого действия эти законы не имели, и это неудивительно. Спросите любого, кто хоть что-то знает о насилии и не получает деньги за вранье, и вы узнаете правду, а именно, почти невозможно остановить того, кто твердо настроен на причинение вреда другим людям. Охранников в тюрьме регулярно убивают. В тюрьме нет оружия, но достаточно психопатов. Психопаты — это проблема. Если вам нужны еще доказательства, в понедельник, 4 июля, в штате Иллинойс произошла еще одна массовая стрельба. Иллинойс — штат с законами о красных флагах, запретами на штурмовое оружие и всеми формами контроля, о которых только можно мечтать в стране, где действует вторая поправка. Но стрельба все же произошла в Хайланд Парке, красивом пригороде к северу от Чикаго. И снова стрелок был именно тем человеком, которого, как они утверждали, закон о красных флагах остановит, прежде чем он причинит кому-то вред. Его зовут Роберт Кримо — 21-летний рэпер-любитель с длинной и задокументированной историей странного, угрожающего поведения. А в понедельник он совершил то, что все, кто его знал, ожидали от него в какой-то момент. Надев женскую одежду, он взобрался по пожарной лестнице на крышу одного из домов, а затем открыл огонь по параду. Вот как это было. Ужасно. На сегодняшний день в результате стрельбы погибло 7 человек, по меньшей мере 36 человек ранены. Вот как это выглядело с земли. Хорошие люди, напуганные, истекающие кровью, некоторые мертвые, 4 июля — ужасно. У нормального человека, перехватывая дыхание, когда он видит такое, когда он осмысливает трагедию, так и должно быть. Американцев просто убивают без причины. Итак, сделайте паузу, прежде чем политизировать их смерть, проявите уважение, они заслуживают этого. Но социальные сети не поощряют уважение. Социальные сети — это стихия политиков. И первый вопрос, который задает политик, никогда не меняется. Как я могу использовать страдания других, чтобы получить больше власти? Исходя из этого, идиоты бросаются обвинять оппонентов. Они сделали это! Это их вина! Выберите меня! Эрикс Волвел сделал это сразу же, конечно, говоря о дебилах, но так же поступили и другие. Это люди, первый инстинкт которых состоит в том, чтобы приписать каждому преступлению политические или расовые мотивы, чтобы доказать свою правоту с самого начала. И иногда они правы, иногда это расисты и фанатики, но это не большинство. Некоторые массовые убийцы белые, некоторые черные, некоторые правые. Среди них довольно много левых, хотя Нью-Йорк Таймс никогда не упоминает об этом. Но одно объединяет почти всех массовых убийц, почти все они, за редким исключением. Отчужденные молодые люди. Это общая черта. Они молоды, они мужчины, они сумасшедшие. Роберт Крима определенно соответствовал стереотипу. Вы видели фото парня? Если бы он сел рядом с вами в автобусе, вы бы сразу пересели, у него татуировки на лице, и он носил платье на публике. На своем ютуб канале, который по какой-то причине был очень быстро удален властями, почему? Мы выяснили. Крима размещал видео с президентским кортежем, а также газетные вырезки об убийстве Кеннеди, говоря о красных флагах. Несколько месяцев назад он снимал маршрут парада в Хайленд Парке, тот самый, который он расстрелял. Неудивительно, что на пресс-конференции полиция признала, что уже несколько раз сталкивалась с Крима. Например, три года назад, после того, как он попытался покончить с собой. Я собираюсь сообщить информацию о двух предыдущих случаях, произошедших здесь, в Хайленд Парке. Первый был в апреле 2019-го. Человек заявил в полицию Хайленд Парка через неделю после того, как узнал о попытке мистера Крима покончить жизнь самоубийством. Это была запоздалая заявка. Через неделю Хайленд Парк все же ответил жителям. Поговорил с Крима, поговорил с родителями Крима, и в то время этим занимались специалисты по психическому здоровью. Второй случай произошел в сентябре 2019-го. Член семьи сообщил о намерении Крима всех убить, и что у него была коллекция ножей. Полиция отреагировала на заявку жителей. Полиция изъяла из дома Крима 16 ножей, кинжал и меч. Вот так. Еще в апреле 2019-го полиция выяснила, что Крима пытался покончить с собой, а затем, через несколько месяцев, пригрозил, цитата, убить всех. И так полиция забрала его ножи, и все. Они не пошли дальше, а даже если бы и пошли, что с того? Отобрали бы ружья, он бы достал больше ножей. В любом случае, полиция не нашла оснований для дальнейших шагов. Крима по-прежнему мог законно купить огнестрельное оружие, несмотря на явное умственное расстройство. Погодите-ка. Почему это так? Посмотрите на Роберта Бобби Крима. Вы бы продали этому парню оружие? Похож ли он на психа? Конечно, похож. Почему же никто не поднял тревогу? Ну? Может, потому что он ничем не выделялся? Может, потому что в Америке много молодых людей, которые выглядят и ведут себя так же, как он? Это не придирка, это правда. Как и Крима, они живут в фантастическом мире социальных сетей, порно и видеоигр. Они кайфуют от одобренной правительством травки. Они отупели от бесконечных психотропных препаратов, которые раздают в каждой школе чокнутые, изображающие себя консультантов. И, конечно же, они злы. Они знают, что не будут жить лучше родителей. Они будут жить хуже. Они это знают. Они не настолько глупы. И тем не менее, авторитеты в их жизни, в основном женщины, не перестают читать нотации об их привилегии. Ты мужчина, у тебя привилегия. Представьте себе это. Представьте себе более нездоровую и несчастливую жизнь. И так многие молодые люди в Америке сходят с ума. Вы удивлены? И, кстати, шокирующему большинству из них врачи прописали психотропные препараты или антидепрессанты. И это относится ко многим массовым убийцам. И имейте в виду, эти препараты предназначены для предотвращения сумасшедшего поведения. И все же, похоже, здесь есть связь. Эрик Харрис, убийца из Колумбайн. Принимал Золофт и Лувокс. Годом ранее 15-летний Кип Кинкл застрелил своих родителей и десятки одноклассников. Он был на прозоке. В 2005-м 16-летний Джефф Вайс убил своего дедушку и 10 детей в Миннесоте. Он тоже был на прозоке. Как и 27-летний Стивен Казмерчак, который убил 6 человек в университете Северного Иллинойса. В 2012-м 25-летний Джеймс Холмс вошел в кинотеатр и застрелил 82 человека. Он был на Золофте. Список можно продолжать и продолжать и продолжать. В него входит стрелок из Вашингтон-Неви-Ярд. Им оказался 34-летний Аарон Алексис. В него также входит Дилан Руф. 21-летний парень, который расстрелял прихожан в Чарльстоне. Очевидно, он был расистом. И мы много об этом слышали. Хорошо. Но мы почти ничего не слышали о том, что он принимал антидепрессанты. Он и многие-многие другие. Вы не должны замечать, но некоторые замечают. Political Psychology однажды составил список из десятков массовых убийств, совершенных молодыми людьми, принимающими прописанные лекарства. Есть ли здесь связь? Ну, мы не знаем определенно. Мы знаем, что еще больше, чем когда-либо этих препаратов принимается детьми. Да и вообще всеми, кто не принимает сейчас рецептурные медикаменты. С 91-го по 2018-й общее количество рецептов на СИОЗЭС в Соединенных Штатах выросло более чем на 3000%. 3000%! 3000% чего угодно, это огромное изменение. Их редко где увидишь. Но целью этих изменений было сделать американцев спокойнее, адекватнее и счастливее. Примите этот препарат, и проблемы исчезнут. Да, будет бесчувственность, часть вас анимеет, вы больше не сможете испытывать сильную радость, вы частично станете роботами, но вы хотя бы не захотите убить себя или навредить другим. Таково было обещание. 3000%! Сработало? Посмотрим. За тот же самый период уровень самоубийств в Соединенных Штатах подскочил на 35%. Сработало? Ну, миллионы людей получили препараты против самоубийств, и теперь у нас больше самоубийств. Возможно, не сработало. Возможно ли, что это только ухудшило положение, как думаете? Давайте посмотрим. Масс-шутинги тоже резко выросли за тот же период. Вот график, показывающий это. Недоумки на Твиттере постоянно кричат одно и то же. Корреляция — это еще не связь. Хорошо, что бы это ни значило. Но тогда, недоумки, скажите, что именно происходит? Что этот график значит? Мы знаем, что СИОЗС опасен, это сказано на этикетке. Он вызывает цедата «тревожность», «беспокойство», «раздражительность», «враждебность», «агрессивность», «импульсивность» и «манию». О, ничего такого. Это не связь. Тогда что это? Согласно одному обширному исследованию от FDA, у молодых людей, которым был выписан СИОЗС, вырос уровень суицидов. О, подождите-ка, больше суицидов? Должен же был уменьшиться уровень суицидов, а он увеличился, давайте тогда остановимся. Но мы не остановились. Мы ускорились. С 2015 по 2019 использование СИОЗС среди подростков в США выросло на 40%. Что ж, не сработало, так что давайте увеличим количество. Это, похоже, огромная и весьма очевидная проблема. Весьма очевидная. Люди сами не свои. Они принимают препараты, которые, видимо, вызывают поведение, с которым должны были бороться? Почему они не говорят об этом по телевизору? Хо-хо, давайте глянем. В 2020-м фарминдустрия потратила более 4,5 миллиардов долларов на телевизионную рекламу в нашей стране. Много ли это? Вот для контекста. Файзер потратил больше на рекламу в 2020-м, чем на исследования и разработку. И это было не плохим, а прекрасным решением. Доходы Файзера удвоились в прошлом году до более чем 81 миллиарда долларов. Как они это сделали? Ну, рекламная компания помогла. Она помогла убедить политиков обязать все население принимать продукцию Файзера. Продукцию, которая не работает, как обещано, которая убила множество людей, и чья побочка компенсируется через иски Конгрессом США. Вот это я понимаю модель бизнеса. Вы могли подумать, что это будет объектом медийной истории. Но нет. Никаких историй про Файзер. Им заплатили за поддержку Файзера, вот они и поддерживают. Вот, например, твит от CNBC, которая вроде как новостная организация, и мы цитируем. Файзер идеален для продвижения МРНР, которые являются прорывными для лечения инфекционных, генетических заболеваний и рака. Оплаченный пост для Файзера. Хэштег реклама. Это на их собственном аккаунте, новостная организация. Они признают, что это проплаченный пост для Файзера. Но в защиту CNBC они не одиноки. Практически весь новостной поток в США это оплаченный пост для Файзера. Посмотрите на это. Ого, это все предоставлено вам Файзер. Но зачем это? Так как каналы телевидения не выписывают лекарства. Доктора выписывают. Но зачем фармкомпании Файзер реклама на телевидении? Но мы не уверены в ответе. Скажем так. Не ждите с придыханием от CNN или с Добрым Утром Америки жесткого расследования потенциальной связи между рецептурными препаратами и насилием. Скорее всего этого не будет, коли они спонсируют эти каналы. Они будут продолжать говорить вам, что это все из-за оружия. Кто-нибудь правда верит, что все это из-за оружия? Никто так не считает. Если вы правда считаете, что оружие – причина насилия, то вы бы могли, например, требовать более жесткого наказания за хранение оружия в городах. Это там, где происходит большинство шутингов. Но никто этого не делает. Почему? Потому что там живут избиратели демократов, так что без вариантов, что кто-нибудь будет на них давить. Вместо этого политики используют эти трагедии, чтобы делать то, что всегда хотели – разоружить их политических оппонентов. Вот кое-кто настолько тупой, чтобы сказать это вслух. Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер. Это ужасно, что празднование Америки было прервано именно американской чумой. День, посвященный свободе, со всей очевидностью, показал свободу, которую наш народ отказывается поддерживать. Свободу граждан жить без ежедневного страха оружейного насилия. Это 4 июля. День для отображения наших свобод. Наши основатели носили мушкеты, а не штурмовое оружие. И я не думаю, что хоть один из них говорил, что у вас есть конституционное право на штурмовое оружие с большим магазином. Хоть один человек, хоть один человек, смотрящий это, поверил хоть на секунду, что у Джей Би Притцкера были нормальные человеческие чувства за последние 20 лет. Кроме обжорства, жадности и жажды власти. Нет, в это никто не верит. Это политики, разоружите законопослушных. Это первое, что делает каждый авторитарный режим. Убедитесь, что другая сторона не может дать сдачи, это то, что они все делают. Так что, конечно же, в Нью-Йорке неизбранный губернатор штата, к слову о демократии, ее имя Кэти Хокул, носила небольшое жерелье вакцинированно, возможно, больше его не надевает. Одобрила закон, требующий от покупателей оружия предоставить государству их аккаунты в соцсетях. Ммм, вызывайте юристов по первой поправке. Заявители должны доказать, чтобы удовлетворить Кэти Хокул, что у них есть, и мы цитируем, цельный характер, темперамент и суждения, необходимые для вверения им оружия. Так что идея, что Кэти Хокул не избранный губернатор. Держатель ваших прав, и она может их выдавать на основании вашего послушания. Итак, это инверсия главного обещания Америки, по которому ваши права идут перед государством, они даны вам Богом, это слово еще можно говорить. И государство просто охраняет их. Но как только вы откажетесь от этого, как Джо Байден, когда начнете говорить нам, ваши права у меня, и если вы будете делать, как я говорю, то я вам их отдам, то для вас все возможно, так что Нью-Йорк на этом не остановился. Нью-Йорк также сделал уголовно наказуемым носить оружие в публичных местах, если только вы не охрана Кэти Хокул. Вы не можете носить оружие в церквях или школах, где, как известно, и бывают масс-шутинги. Так что, значит, законопослушные в Нью-Йорке не могут себя защитить. Это подкреплено данными? Кэти Хокул провела некое исследование, говорящее нам про спасение жизней. Нет, даже не делают вид. Она это делает так, как ей так хочется. Она признала это на камеру. Смотрите. Губернатор, у вас есть цифры, показывающие, что владельцы разрешения на скрытое ношение совершают преступления? Мне не нужны цифры. Мне нужны данные, говорящие, что вот это вот, все, что я знаю, что у меня есть ответственность перед жителями штата. О, мне не нужны цифры. Нет необходимости в цифрах. Я действую на чистых эмоциях. Потому что я так чувствую, так как забочусь. Вау, оживший стереотип, нет? Нет доказательств, что это сработает. Ей не надо. Она хочет больше власти. Посмотрите, как она это объясняет. Представьте, вы в переполненном метро, и случайно кого-то толкнули. Страсти накаляются, а у того, кого вы толкнули, оказалось оружие скрытого ношения. Представьте, вы в баре. Кто-то начинает драку. И у них есть скрытое оружие. Представьте, вы в Тайм-сквер вместе со своей семьей. Вы идете на шоу со своей семьей, и вы окружены людьми со скрытым оружием. Вы почувствуете себя в большей или меньшей безопасности. Где твое ожерелье вакцинировано, Кэти Хоккул? Разве ты не хвасталась? Почему больше не хвастаешься этим? Может, выйдешь и объяснишь? Как только мы скажем плохим людям в метро, что им запрещено оружие, они сразу подчинятся Кэти Хоккул, так как голосовали за нее. Ой, никто не голосовал. Плохие люди подчиняются правилам. Это она говорит? Что именно она говорит? Мы не уверены. Кэти Хоккул